Всем привет, мы начинаем интервью с победителями, с ВП Микс. К нам пришел Лубик, остальные отказались, там Бендер уезжает, Фокс не хочет, просто Доси как всегда тоже. Ну и Инклуз только тоже хочет, но я выберу Лубика все-таки. Расскажи нам, как тебе финал? Я так понимаю, у вас до финала-то особо борьбы в играх и не было? Ну, судя по счету, да, у нас было 16-4, 16-7, по-моему. Я даже не ожидал, что у нас такие легкие игры будут. Вот я думал, что мы вполне даже можем вылететь из группы. Ну, первая игра пошла легко, вторая пошла легко. Лайф тоже как бы легко сдалось. И только вот на второй карте финала, через какие-то проблемы. Меня там просто очень жестко казнили на Б. Да, да, да. Я забегаю в очко, хэдшот. Я занимаюсь машиной, хэдшот. Я не встаю, я все время пролезал просто с первой пульки. И, в общем, я очень расстроился, и мы проиграли эту карту. Но только за счет выхода на Б. Фактически The Nation и... Ну, по крайней мере, они взяли то преимущество за Т, играя первую половину. Да. Значит, расскажи вообще, как тебе, Лан? Ты у нас, по-моему, последний раз был еще в Source, вроде. Или ты уездил на CSGO? Насколько я помню, последний раз я был, да, в Source. Это где-то в августе, по-моему, мы ездили с World of Ditals. Да, последний был. И вы отдали игру к Сапсу. Да, у нас был да-тим с ТРК вместо Мунера, по-моему, или кого-то еще, не помню. А, хотя... Нет, мы в CSGO ездили еще с Мунером. Мы заняли тогда первое место. А, да, да, да. У нас и финал был. Это был первый, это был первый, да. Да. И это был мой первый Лан с декабря, когда мы ездили в Прагу. То есть полгода я не играл на Ланах. А так вообще играл? Ну, CSGO, так, ничего особо серьезного. По фану бегал, но никакого серьезного подхода, никаких тренировок. Там побегать с пулеметиками, с дробашами иногда там. Иногда и с серьезными девайсами. Ну, редко. А расскажешь, почему так произошло на Starledder? Почему забанило? Ну, у нас вообще должен был быть состав перед Starledderом. Я, Гоша, Дельмик, Латтера, Флейм. Да, я слышал о таком, кстати. Но на одном из... Нет, в Люберцах, в Люберцах, не на твоих Ланах. Микс, Маус, ТТ и под прочее обыграли The Nation в финале. Нет, даже не в Люберцах было. Это было на горбушке. Да, это на горбушке было. Они выиграли 16-7, The Nation и поверили в себя. И как бы вот... А и все, и не пошли к вам. И я там через два дня после того, что как бы косо, что ничего не будет, что команды не будет. И за несколько дней до начала Starledder нужно же было каким-то составом играть. Мы же просто так вот отдавать это... Мы за нее так сражались, мы шнились за нее. Мы там за Россию, матушку воевали. Копенгаген, Вульфс обыграли. То есть и Фокс обыграли. Обыграли... Копенгаген вы каким составом обыграли? Глейв, Ника, Херден, Другах и еще кто-то. Это когда было? Ну, первый сезон Starledder. А, там были Копенгаген только по другим составам. Да, я понял. Ну, это другой состав был, там был Глейв и застрелился. Не, ну, это у нас достойнейший был состав. Да, вот мы боролись, боролись, захватили квоты. Вот просто так вот отдать, потому что состав развалился. Мы решили, что это как бы не лучшая идея. И у нас не было по сути... У нас было два варианта. Либо мы берем каких-то двух рандомов буквально с цизгла, потому что топовых игроков. Топовые игроки не будут играть без организации. Я не думаю, что если Фокс играли бы, они были в такой существовательстве, как я. Либо у нас был вариант взять родомов с цизгла, либо у нас был вариант зарегать два левых аккаунта и... И по стендинами. Ну, понятно. Я понимаю. И хоть какой-нибудь нормальный состав, чтобы не совсем позорно было. Ну, конечно, это... Не, не скрывай, это было нехорошо по отношению к рискатам Starledder. Я извиняюсь перед ними, но не хотелось отдавать квоту просто так. Ну, естественно, естественно, я понимаю. И что, у вас теперь нет аутов, да? Никак. Вообще вы на Starledder участвовать можете? Нам всем, как я понимаю. Ну, всем, я думаю. Это как бы... Я, Гоша и Трифайкак. Нам дали бан на полгода на Starledder. И я так полагаю, через полгода нам придется снова через Аматрука проявляться в StarSeries. Это, конечно, самое главное. Ну, еще на ProSeries есть отборы всегда. А на один слот. Ну, в таком случае еще так. Так, что, Убик, расскажите вообще, как ты относишься сейчас к CSGO? Ну, я так понимаю, что ты подзабил. Скажи, вот что тебе надо, чтобы вернуться как игроку? Ну, в CSGO я стал играть. Во мне, конечно, эта игрушка не очень нравится. Мне Source больше нравился. Даже вот иногда я запускаю Source, и я понимаю, что вот это игрулька моей мечты. Даже если к ней уже отвыкать, меня гасят не пойми кто, но игрушка мне нравится. Ну, к CSGO я уже привык, в принципе, я так нормально к ней отношусь. Но факт в том, что в CSGO я вышел на новый уровень. То есть, как бы раньше, конечно, там считалось каким-то там крутым игроком в России. Но вот чтобы обыгрывать там команду из топ-10 Европы, такого ни разу не было. Ну, тут нечаясь 3D Max на лане. Ну, это... Ни разу не проигрывал Shoxy Scream на лане. А, еще Apex. По-моему, Apex. Apex тоже там был, да, вроде. Да, там была Apex. И Happy. Да, вообще такая. О, какие-то ребята. Какими ребятами это мы еще сыграли в итоге. Ну, вот кроме вот этой вот ничьи, по большому счету у меня больше не было чьевок. А тут вот сразу обыгрываю евротопов, играю на праках там ровно со всеми. И вот как бы... И вот после такого успеха, выхода на уровень, у тебя вот так вот пинают и говорят... И езди ты на Алан и играй там, не пойми с кем. А в Европу там вот ты взял 13 раундов Average Games, все? Поезд уехал, больше шансов не будет, как бы играй в Люберцах. И играй дальше. И играй, как бы, российский хлам. Ну, ты понимаешь, я вот... Я взял 13 раундов Average Games, Аллани. Нет, я не хвастаюсь, просто... Нет, я про что говорю. Я взял 13 раундов Average Games, Аллани. Я вот... Я до сих пор помню многие ошибки, которые мы совершили в той игре. Нет, это была игра равная. И вот я просто хочу вернуться вот в то время, получить еще одну попытку, вот еще выиграть, вот исправить эти ошибки, вот... Короче, победить в Average Games, победить другие команды. Потому что я знаю, что я могу, вот как бы, если... Собственно, мы показали уже, что мы можем. Ну, вот это меня мотивирует. Вот это меня мотивирует играть на таком уровне. А вот играть в Аматорку, играть в Люберцах, ну, серьезно. Это просто как... Понижаешь планку, спуститься на уровень ниже. И так не хочется играть просто. Ну, вот скажи, Убик, смотри, вот ты по этому лану видишь, что есть у нас молодые игроки, которые, по идее, более-менее растут. И есть много онлайн-чемпионатов в Европе, на которых люди светятся. Да, мне Сейзи сказал, что даже после того, как им новость выложили по поводу организации, никто им не написал, да. Так что организацию найти очень трудно. Мы сами всем писали. Вот единственная организация всех. Мы писали во все организации, кроме самых крутых типов, Fnatic, SK. Единственная организация, которая нам как-то ответила, это была BOOM. Ну, Mittermakers. Да, да, да. Они нам что-то, ну, короче, разводили, разводили, там, привет, как дела? О, отлично, вы такие крутые парни, мы там, мы были бы не против. Ну, как бы, два раза так было, и оба раза, как бы, в итоге, все, молчком заканчивалось. Это единственный вообще ответ, реакция от какой-либо организации, которую мы получили. Хотя мы показывали неплохие результаты. То есть мы обыграли на первом сезоне StarLadder три команды из ТОТ-10 Европы, Mixon. И нормально на LAN съездили достаточно. Да, ну, конечно... Нет, ну, там можно было выйти из группы. Ну, считай, что мы играли Mixon, то есть мы с Кучом там, из-за того, что у нас... Ну, нам нужно было играть StarLadder своим составом. И нужно было... И нужно было, как бы, еще готовиться к Праге. Ну, в итоге мы решили сделать ставку в StarLadder. И перед из Брага мы с Кучом поиграли буквально пару раз. Я помню ситуацию, почему Ордадид не мог поехать, у него не было заграна из-за военкомата. Вот, скажи, ты бы вот сейчас, в данный момент... Вот прошло полгода с того момента, как ты написал статью по поводу того, что, ну, игроков нет. Их, да, их правда не было. То есть я с тобой соглашусь, я не знал там, кого собирать. Вот сейчас у нас ситуация как-то поменялась. Стало ли больше игроков, с которыми ты мог бы пятерку собрать? Ну, вот, допустим, просто с кем ты готов играть? Ну, я был готов, вот, месяц назад играть в состав, про который я уже говорил. То есть, там, Flame Lab, таким составом я готов был бы играть, я готов был бы побеждать. Ну, и, конечно, я был бы готов играть в составе Сейзена, потому что... У меня тут интервью, чувак. Я бы, конечно, готов был играть с Сейзена, потому что с приходом Сейзена, да... Ну, наша игра реально вышла на другой уровень. То есть, если до Сейзена у нас... А это, ты имеешь в виду тот момент, когда пришел к вам Сейзен Даттим? Да. Ну, конечно, до Сейзена мы тоже там кого-то обыгрывали, хорошо, достаточно играли, но вот просто пришел Сейзен, и мы вышли на совершенно другой уровень. Не слышно? Не, я не слышно. У тебя тихо слышно. Ну, как могу, говорю, микрофон. Ну, меня, наверное, тихо слышно, когда я от тебя подговариваю. Скажи... Ну вот, продолжу отвечать на твой вопрос. Очень тяжело сказать, вот, кто из новых игроков хорошо играет, просто по той простой причине, что у нас хороших ланов очень мало. То есть, нет, вот этот вот лан, прозовик был нормальный, каких-то проблем, кроме того, что карты не качались, не было. Это был хороший лан. Ну, если бы вот такие ланы были регулярно, тогда они были бы репрезентативны, можно было бы говорить по этим ланам, уровня игроков. Вот если они будут проходить там раз в два месяца... Да, я их в раз в месяц хочу, но это понимаешь сам. Спонсоров я на 30, я больше на 40 нить могу набрать, по крайней мере, в ближайшее будущее, да. Если будет у нас лан на... Вот как в прошлые разы было на просто остатки регистрационных, то это раз в месяц могу спокойно проводить. Но вопрос, кто на это поедет. Понимаешь? Ну, то есть, ты согласись со мной, что реально прошел период, прошел период, когда игроков было мало, и сейчас я гораздо больше стала. Ну, их стало больше, но чтобы прям намного больше, я бы не сказал. То есть, ну, вылез Бандер, он, который с нами ездил, собственно, он хорошо играет, может, вылезло еще там несколько игроков. Но Делмико тоже не видели мы раньше. Ну, один шестер. Он не нонеймер. Я имею в виду, он не играл в декабре. Ну, в декабре, да. Вайс Порт что-то можешь сказать? Ну, то есть, я не видел вашу игру, вот расскажи, они могут или нет? Игроки известные, играют, честно говоря, средне. Я не знаю, почему, то есть, я думаю, они сами понимают, что их уровень оставляет желательно лучшего по сравнению с тем уровнем, который они показывают в 1.6. То есть, это все игроки, ну, трое игроков. Флаттера, Редман и, к тому же, что, Литл. Литл, они как бы известные были в 1.6, они играли на хорошем уровне, я не знаю, почему у них так вот плохо получается в CSGO. Может, они просто несерьезно воспринимают эту игру. А вот как ты можешь, у тебя есть какая-нибудь мысль по поводу того, зачем они вообще вернулись в CSGO? Ну, то есть, в 1.6-то эти люди забили, когда 1.6 загибался? Забили, ну, во-первых, может, они хотят чего-то нового, то есть, новая игрушка, там, разнообразие какое-то. Коется, конечно, вряд ли. Ну, более вероятная вещь, это просто, ну, контрушка она с трудом отпускает. Вот вроде я там забивал, забивал, но вот как-то... Да, 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 да. Понимаешь, что нравится мне, есть ощущение, что там ситуация 1-2, там, 1 тут, 1 тут, 1 тут, убивай 1, убивай 2. А-а-а, какой я красавчик. Вот, ради этих эмоций, а ради этих эмоций, он очень большинство, да. Если на чемпионате, то да, конечно, мотивирует. Вот, когда там вот овертаймы такие, вот, 21-21 сидишь, там, обсуждаешь какие-то страны, как сыграть, как сыграть, как сыграть, а-так. Хорош! Ну, в общем, это реально, это, на эти эмоции подсаживаешься. Нет, я видел полгода, и я реально соскучился по этим эмоциям. Конечно, выиграть там, The Nation, это не так круто, как брать раунды против WarGames, но это, как бы, все равно приятно. Все равно команда известная, как-никак, и играют до сих пор в Старе. В общем, ладно, давай под конец ты мне скажи, ты веришь, что International будет по CSGO? Не слишком. Ну ладно, все, давай, заканчивать. Я так бы развил с тобой тему, давай, счастливо, спасибо тебе большое за сегодняшний LAN, то, что выиграл его. Мы на этом заканчиваем, ребят. Все, я вырубаю. Спасибо большое, что сегодня к нам присоединились, смотрели нас на LAN, надеюсь, благодаря этому чимпу я смогу все-таки набрать спонсоров на следующий. Ну и пока что предварительная дата следующего LAN, счастливо, предварительная дата следующего LAN, это июль. Июль, сейчас скажу даже, какое число. Наверное, число 28 июля. Вот примерно такую дату мы сейчас и поставим. Все, ребят, счастливо, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok